Землянове с золота в Краснодаре задержали группу, которая продала городских территорий почти на 2 миллиарда. Полгода кропотливого труда в Кавказском районе провели массовый арест наркоторговцев. Много лет тому назад в Краснодаре военный суд вернулся к делу об убийстве. Воруешь яйца – умри! В Отрадинском районе чиновник застрелил рабочего фермы. Здравствуйте! Эфир 9 канала продолжает итоговая программа «Что случилось?» и прямо сейчас о тех происшествиях, которыми отметилась минувшая неделя. Полгода оперативной работы завершили массовыми задержаниями наркоторговцев. Операцию провели сотрудники уголовного розыска в Кавказском районе. Члены преступной группы соблюдали все меры конспирации, меняли раз в неделю телефонные номера и работали только с проверенными клиентами. Наркотики привозили из соседних регионов. Проведено 17 обысковых мероприятий. Задержано 16 лиц, у которых изъято 3 килограмма семян мака с примесью маковой соломы, предположительно 30 грамм марихуаны и 10 грамм, предположительно, героина. В настоящее время ведется следствие. За данное преступление задержанным предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Пятеро из задержанных, предположительно, организаторы, остальные посредники. Почти все наркоторговцы ранее привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбой. Убийство из-за кражи куриных яиц. Подозреваемый чиновник администрации Традненского района. По версии следствия, он из травматического пистолета застрелил рабочего фермы своей супруги. Хозяйство располагается в хуторе Чайкин. Там, по словам полицейских, неофициально работали несколько человек. С одним из них у чиновника возник конфликт. Якобы рабочий неоднократно воровал куриные яйца и менял их на алкоголь. После словесных обвинений мужчина достал пистолет и выстрелил. Ввиду того, что выстрел произошел практически в упор, пробило одежду, пробило грудь человеку, и он умер мгновенно. С его слов, говорит, умысла на убийство у него не было. Он хотел в действительности попугать, так как попугать, потому что между ними произошел словесный конфликт, который перерастал в драку. Чиновник сам вызвал полицию. Он может сесть в тюрьму на 15 лет. Это максимальное наказание по статье убийства. В местной администрации ситуацию не комментируют. Но в телефонном разговоре заместитель главы по сельскому хозяйству, в его отделе работал подозреваемый, заявил, задержанный мужчина с недавних пор у них не работает. Когда именно и при каких обстоятельствах он уволился, пока выяснить не удалось. Погубила жадность. В Сочи мужчина сначала увел у хозяйки сумочку, а потом пытался продать девушке ее же собственные документы. О том, как она торговалась с вором, рассказала сама потерпевшая. В 11 часов вечера я возвращалась домой, остановилась на остановке, положила сумку на скамейку, отвлеклась буквально на несколько минут, сумки не стало. Девушка надеялась, что вор возьмет только кошелек, а документы выбросит. Развесила объявление о пропаже и пообещала вознаграждение. В тот же вечер позвонил неизвестный и пообещал отдать документы. Встречу назначили на следующий день в кафе. За документы мужчина потребовал 40 тысяч рублей. Таких денег у Сочинки не было. Тогда вымогатель стал угрожать ей, пообещал уничтожить документы и скрыться. Но, видимо, побоялся остаться ни с чем и сбил цену до 25 тысяч. Девушка пообещала заплатить, но сама обратилась в полицию. Отдел полиции, центральный майор. В следующий день в кафе грабителя ждали оперативники. Выяснилось, что задержанный гражданин Кыргызстана. Своей вины злоумышленник не признает. Говорит, что сумку нашел на улице. Я беру женщине сумку, сказали, что я из него вымогаю деньги, и поэтому задержали. Хотя я этого не делал. Я очень благодарна полиции. Я редко обращаюсь в полицию. Вообще очень редко. Не думала, что сотрудники так быстро отреагируют и что они помогут. Полицейские не исключают, что Ахмедов может быть причастен к другим подобным преступлениям. Правоохранители просят граждан, пострадавших от его действий, сообщить информацию по указанным телефонам. Наталья Пьянова, Юрий Дегтярев, 9 канал. Крупную партию семян с содержанием маковой соломки задержали оперативники в Белореченском районе. 10 килограммов, расфасованные по пакетам, перевозили в легковой машине. За этой парой оперативники наркоконтроля наблюдали уже около года. Они точно знали, что в момент задержания подозреваемые перевозили запрещенный груз. Пакеты с наркотиками курьеры спрятали в запасном колесе автомобиля. Далее был установлен житель города Невиномыска Ставропольского края, у которого задержанные приобретали наркотики. Целью дальнейшей его расфасовки и реализации среди наркозависимых жителей района. В ходе проведения обыска у жителя города Невиномыска было обнаружено и изъято около 30 килограмм наркотических средств. Все фигуранты дела сейчас под арестом. За распространение наркотиков им грозит до 20 лет лишения свободы. В огороде выкопали труп. В Армавире сотрудники полиции нашли тело мужчины, который оказался родственником убийцы. Как установили следователи, 23-летний молодой человек снял этот дом прошлым летом. Здесь он часто устраивал попойки вместе с дядей. С родственниками завязался спор. В порыве гнева племянник несколько раз ударил дядю по голове молотком. Дядя в этот вечер, как указывает подозреваемый, пришел попросить денег в долг, некую сумму. Он ему дал, однако увидел, что у своего племянника имеются еще денежные средства, и якобы стал требовать у него большую сумму. Дядя, как в настоящее время установлено, ввел моральный образ жизни, я злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем данное поведение подозреваемому не понравилось. Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Причем молодой человек сам сдался полицейским. Пришел в отдел с повинной. За это преступление ему грозит от 6 до 15 лет. Мошенничество в особо крупных размерах. Сотрудники агентства недвижимости забрали у Краснодара 26 гектаров земли. Ущерб уже оценили в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Преступная группа выводила земли из муниципальной собственности в частную. Мошенники предоставляли подложные документы в суд и земельную кадастровую палату. Затем оформляли право собственности на подставных лиц. В результате сразу 11 участков попали в частные руки. Муниципалитет потерял земли на Ростовском шоссе, на пересечении улиц Тургенева и Красных партизан, от Арбекова, а также в поселках Победитель и Индустриальный. Под индивидуальное жилое строительство они предназначались, поскольку большая масса земельных участков расположена ближе к центру Краснодара и имеет большую площадь, то скорее всего предполагалось строительство коттеджной. Риэлторы, которые входили в преступную группу, уже задержаны и находятся в СИЗО. В Краевом УБЭП не исключает, что к махинациям с земельными участками могут быть причастны чиновники администрации Краснодара, работники земельной кадастровой палаты и одного из районных судов. Вместо армии могут отправиться в тюрьму. Два друга из Туапсе решили без разрешения воспользоваться чужой техникой. Все началось с алкоголя, который 19-летние парни купили в круглосуточном магазине. Выпив, друзья направились в сторону общежития, которое располагалось неподалеку. Там они обнаружили мопеды, припаркованные в подъезде. Кому первому пришла в голову идея украсть транспорт, задержанные ответить не смогли. Но поделились, что завести технику они не сумели и поэтому использовали мопеды, как самокаты. Отталкивались ногами и катились в сторону дома. Все происходящее фиксировали камеры видеонаблюдения. В дальнейшем, когда уже начали производиться необходимые оперативные и следственные мероприятия, в полицию Туапсинского района пришел один из подозреваемых, который дал явку с повинной. Он сослался на то, что находился в состоянии опьянения и на данный момент раскаивается. Но также в дальнейшем к нему будут приняты меры по смягчению наказания. Второго участника удалось установить после признания друга. Что произошло в деталях, ни один из задержанных вспомнить не может. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы. Чтобы залезть в чужую шкатулку, он несколько дней провел в засаде. В Ейском районе задержали вора, который проник в дом благодаря личным качествам, терпению и наблюдательности. Хозяева сами показали, где лежат ключи и драгоценности. Подробности в нашем сюжете. Вот здесь вот так вот поднимаем и уложим ключ. Хозяйка показывает полицейским место, где прятала ключ от входной двери. Им и воспользовался нежданный гость, пока дома никого не было. Вора не остановил даже цепной пес. Искать добычу долго не пришлось. Злоумышленник точно знал, где хранятся золотые украшения. Пропажу заметила дочь хозяйки. Вот это красная коробочка. Разукрашка над этими детскими была все прикрыта. Фломастеры все лежало в ящичках, аккуратненько сложено было. Я случайно потом увидела уже, кажется, когда заглянула, смотрю, она вообще пустая. Шкатулка девушки опустила на 30 тысяч рублей в драгоценном эквиваленте. Сломанными украшениями мужчина тоже не побрезговал. Данные ювелирные изделия им были похищены. В тот же день на территории центрального рынка города Ейска он сбыл похищенное. При этом заработал 15 тысяч рублей. Поймать злодея помогли соседи. Они рассказали полицейским, что часто видели одного из станичников под окнами потерпевшей. Оказалось, мужчина разглядел драгоценную добычу вечером в окне. Он долго следил за хозяйкой украшений и случайно для себя открыл секретное место, где спрятан ключ. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Ждет, когда ему предъявят обвинение. За очередной проступок ему может грозить до шести лет тюрьмы. Инна Волкова, 9 канал. 67 фальшивых тысяч изъяли оперативники в поселке Агроном Денского района. Два молодых человека пытались расплатиться поддельными купюрами в кафе. Работники общепита заподозрили неладное и сразу же сообщили в полицию. При задержании у одного из мужчин нашли травматический пистолет, переделанный под боевой. Сейчас оба злоумышленника находятся в изоляторе временного содержания ОВД по Денскому району Краснодарского края. На территории края проводятся масштабные мероприятия оперативно-розыскные, направленные на установление иных фактов совершения преступлений данными гражданами, в том числе сбытие поддельных купюр. Как выяснили полицейские, оба фальшивомонетчика приехали на Кубань из Ростовской области. С собой у них были 13 купюр по 5000 рублей и 3 по 1000. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. Магия здесь ни при чем. Бывший заместитель главы администрации черноморского поселения придумала, как сделать новые квартиры из старых. Реализовать свой проект женщина хотела с помощью программы переселения из ветхого жилья. В многоэтажках, предназначенных под снос, из ниоткуда появлялись дополнительные квартиры. А в списке переселенцев оказались жильцы, умершие несколько лет назад. Фиктивные договоры чиновница оформляла на родных и коллег по работе. На основании сфабрикованных заключений о том, что якобы дома непригодны для жилья, в этих домах были прописаны родственники, работники администрации. И, соответственно, за счет бюджетных средств им приобреталось жилье в новых домах для расквартирования их. Изготовить поддельные документы на свою дочь женщина не успела. В дела предприимчивой чиновницы вмешалась полиция. Из-за ее действий местная администрация и федеральный бюджет могли потерять более 10 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд. Мошеннице грозит 12 лет тюрьмы. Дело о групповом изнасиловании завели в Гулькевичском районе. Пострадавшая 14-летняя школьница. После уроков девушка села в машину к знакомым, которые пригласили ее прокатиться. Парни завезли несовершеннолетнюю в село Майкопское. Там, в частном доме, их поджидали еще двое мужчин. Пьяные стали приставать к гости. Позвать на помощь она не смогла. После ночи насилия девушку посадили в такси и отправили домой. О трагедии она рассказала родителям. В полицию обратился отец потерпевшей. На момент возбуждения уголовного дела личности всех четверых подозреваемых были установлены. Один из них незамедлительно задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Все четверо допрошенных отрицают факт вступления в половую связь, что насильственный половой акт был насильственным. Но данные медицинской экспертизы подтвердили факт насилия. Расследование дела продолжается. Убийство девятилетней давности рассматривает Краснодарский военный суд. На скамье подсудимых житель Кореновского района. В этом деле свидетели несколько раз меняли свои показания. В зале заседания побывала Инна Волкова. Трагедия в небольшой станице Дядьковской случилась в 2003 году. Местные жители рассказывают, милиционеры проверяли чуть ли не каждый дом. Тогда так и не выяснили, кто зверски убил одного из станичников и выбросил тело в реку. Расследование дела быстрых результатов не дало. Правоохранители отыскали подозреваемого только спустя 7 лет. Его родственники уверены, арестовали не того. Чтобы привлечь внимание, они даже организовали пикет возле здания местного следственного комитета. Несколько свидетелей, которые сначала занимали сторону обвинения, от своих показаний отказались. Говорят, что солгать их заставили. Ко мне приехали оперативные работники. Они мне утверждали, что я знаю, кто убил Скоробогатого. Мало ли того, я даже присутствовал там. На этом я отвечал, что я не был, не мог там присутствовать. В итоге они говорят, ты отсюда не уезжаешь, мы тебя закрываем. По подозрению в совершении преступления. Хочу справедливости, но... Где ее найти, я даже не знаю. Мне не верят. Не верили, давили на меня. Я испугался. Свидетель Виктор Селиванов несколько раз менял свои показания. Сначала говорил в пользу Баранова, потом против. Говорит, к такому решению пришел после угроз полицейских. Он потом начал там, бутылкой по голове ударил там, с водой, там по спине кулаком. И говорил, что, говори, ну, то, что Баранов там приезжал на это, на масло. Я говорю, я ничего не это. Он говорил, ну, если нет, то все равно ты скажешь, говорит, оденем на дубинку презервативы, говорит, изнасилуем. Ему были зафиксированы многочисленные побои, ссадины, синяки на теле. Ну, остаточные, само собой, потому что 10 дней уже прошло. После чего с данным заключением он обратился с заявлением, естественно, комитет. Сейчас следователи проверяют достоверность жалобы Виктора. Военный суд повторно рассматривает дело об убийстве в Дядьковской. Василий Баранов снова на скамье подсудимых. Его адвокаты убеждены, большинство свидетелей давали показания под давлением. Сторона обвинения, пока давать комментарии на камеру, отказалась. Логического завершения история пока не получила. Остается ждать финального слушания. Инна Волкова, Евгений Береснин, 9 канал, Краснодар. На этом наш эфир подошел к концу. С вами была программа «Что случилось?». Пишите нам на электронный адрес sossobaka9tv.ru либо звоните по телефону 274 11 17. В студии для вас работал Николай Филаткин. До встречи в эфире 9 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова